И люди мы, по-моему, тоже никому не нужны. С 2018 года стройка стоит на месте. За то, что подвели так людей, поверила Петростроевы. Между инвестором и подрядчиками есть такая организация. Третий год мы ждем решения нашей проблемы. Нас отфутболивают от одного органа к другому. Все время мы слышим одни отписки и отмазки. Видя бездействие властей. Мы были вынуждены выйти в одиночные пикеты. И гарантом в этом были власти местного самоуправления. Более 4,5 тысяч семей видят нашу работу. И в кратчайшие сроки увидят ее уже в своих долгожданных ключах. Нас обманул застройщик Петростроев. Растенка, дострой наш корпус! Друзья, добрый день! Я, Андрей Артемов. Сейчас мы с вами находимся в городе Всеволожске. На объекте, который должны были сдать много-много лет назад. И давайте послушаем, что говорят обманутые дольщики компании-застройщика Петрострой. Добрый день! Мы трижды обманутые дольщики ЖК «Северный вальс» 3-й корпус. Нас обманул застройщик Петрострой. Делал видимость стройки, выкладывая постановочные фотографии на официальном сайте. Для многих дольщиков это единственное жилье. Люди, вложив в субсидии материнский капитал, вынуждены платить ипотеку, снимать жилье. Ну, или просто возвращаться в свой регион. Вот здесь, друзья, небольшая ремарочка. Банк выдал вам ипотеку, и по договору вы обязаны ее оплачивать. Вне зависимости от того, что будет с объектом. Достроит его, не достроит, рухнет, не рухнет. Вы будете платить постоянно ежемесячные платежи. Учтите это при покупке недвижимости. Есть такие дольщики, продали свое единственное жилье и все вложили в эту стройку. А кто-то вообще ушел из жизни, так и не дождавшись своей квартиры. Начали строить наш комплекс, вернее наш корпус в 2015 году. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 5 миллиардов рублей в отношении руководства Петростроя в лице Ипатова и Пономарева. То есть следствие полагает, что они похитили 5 миллиардов рублей. И об этом никто не знал, а узнал уже потом, когда стало совсем все плохо. Лично для меня это очень странно. Учитывая количество надзирающих органов в новостройках. В августе 2021 года правительство Ленинградской области привлекло инвестора компанию «Самолет». По поручению губернатора Александра Юрьевича Дрозденко, инвестиционная компания, инвестиционная строительная, крупная компания «Самолет» заключила соглашение с органами власти Ленинградской области. И первый подписан был я от правительства Ленинградской области на финансирование достройки всех объектов, всех корпусов, домов на территории Ленинградской области компании «Петрострой». Подписали соглашение между официальным застройщиком и инвестором. И гарантом в этом были власти местного самоуправления. Заместитель губернатора Ленинградской области по строительству Барановский Евгений Петрович во всеуслышание давал интервью прессе о том, что все корпуса Северного Вальса будут достроены. Более 4,5 тысяч семей видят нашу работу и в кратчайшие сроки увидят ее уже в своих долгожданных ключах. Добро пожаловать домой. То есть кто-то видит их работу, а кто-то не видит. Странно как-то получается. Потом в одностороннем порядке все переиграли. И к нашему третьему корпусу даже не приступили. В начале этого года мы были вынуждены выйти в одиночные пикеты к правительству Ленинградской области. Но к зданию правительства Ленинградской области. Но мы опять поверили чиновникам, которые заверили нас в том, что строители выйдут на площадку. Сейчас уже ноябрь месяц. Как мы видим, строителей как не было, так и нет. В марте 2022 года у нас состоялась встреча в прокуратуре Всеволожского района с прокурором Бабковым Андреем Владимировичем. Мы рассказали о нашей ситуации, попросили помощи и поддержки. И, конечно, рассчитывали, что после этого стройка начнется. В виде бездействия властей... А лично для меня очень странно, что при таком большом количестве надирающих органов в прокуратуре, как я понял, обманутых дольщиков никто был не в курсе. И им пришлось самим идти для того, чтобы попытаться восстановить свои права. И полное отсутствие помощи с их стороны мы написали коллективное письмо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. В ответе содержалась информация о том, что в апреле планируется заключить договор с потенциальным инвестором и после чего планируется заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией. И строительство корпуса будет завершено до конца 2023 года. Однако никаких договоров на выполнение строительно-монтажных работ с тех пор так никто и не заключил. У людей вопрос в том, что им никто не предоставляет какую-то информацию. В момент съемки этого видео участникам долевого строительства второго литера они были все внутри, ходили им все показывали. Но почему-то третий литер туда не позвали. И когда они сами пошли, их туда не пустили. И для меня это странно. Знаете, это какая-то ситуация получается. Они разделили дольщиков на, я так понимаю, четыре этапа. Соответственно, во второй, там как достраивают, уже, соответственно, запускали людей, что-то им там показывали. А на третьей просто, как говорится, забили. Нет информации, никто не понимает, что делать. И люди, с их слов, получают обычные отписки. Удивляет тот факт, что Долгова Оксана Валентиновна из Управления долевого строительства обещала нам, что после банкротства начнется стройка нашего корпуса «Северный Вальс». Петрострой признали банкротом, банкротство произошло, но после этого ничего не изменилось, и наш корпус по-прежнему никому не нужен, и никто его строить не собирается на данный момент. Да, мы заплатили 100% стоимости уже давным-давно. То есть все люди заплатили 100% цены своих договоров по третьему корпусу, соответственно, и второму, и всем остальным, все, что продавал застройщик. Но тут можно только сказать, что они просто вляпались в этот долгострой, который, проблему которого почему-то никто не видел. Друзья, 5 миллиардов рублей, то, что нашло следствие, это для меня лично просто огромная сумма денег. За эти деньги можно построить не один жилой комплекс. «Нас отфутболивают от одного органа к другому, и так идет все по кругу. Шлют нам однописные отписки. Поэтому мы обращаемся к вам, Александр Юрьевич, через это видеообращение. Будьте последовательны данным и вами обещанию. Ведь инвестор найден. Соглашение подписано 22 апреля 2022 года. Деньги выделены. И не надо нам говорить, что 6 месяцев ведется работа по представлению проференции инвестору». Как я понял, обманутых дольщиков нашли инвестора. Инвестор перевел определенную сумму денег в госорганизацию, для того, чтобы та наняла подрядную организацию, и начали строить и закончили строительство объекта. Но, как мы с вами видим, друзья, никто там ничего не строит. «Самолетом все решилось в течение одного месяца. Надеемся на ваше воздействие и быстрый выход строителей на стройплощадку». «С 2018 года стройка стоит на месте, ничего не двигается. Каждый раз, когда приезжаю сюда, хочется увидеть хоть кого-нибудь, хоть как материал завозят. Ничего этого не происходит». «Знаете, вот здесь, если люди сами купили, вляпались вот в такой долгострой, то это одна сторона. А если они пришли и купили через специалистов недвижимости, так называемых риэлторов, это другая сторона вопроса. Поэтому, когда вы выбираете недвижимость, я рекомендую найти своего специалиста, который вас приведет именно в тот объект, который нужен именно вам. Который покажет на все плюсы, расскажет про все плюсы, про все минусы этого объекта. К примеру, в этом объекте для меня больше минусов, чем плюсов. Даже если бы он строился и достраивался, и было бы все хорошо. Поэтому учтите это при выборе недвижимости». Продолжение той темы, что нас, нас третий корпус игнорирует. Вот сегодня, вот в данный момент, на площадке второго корпуса проходит штаб с представителями власти. Нас туда не пускают. Между инвестором и подрядчиками есть такая организация, я бы назвала ее, да, я бы ее по-другому назвала, да, посредник. Дирекция комплексного развития территории. В принципе, орган государственной власти, насколько я понимаю, который получает с этих денег за свою работу, за свое существование, свой процент, причем немаленький. Но работа не ведет. Лично я купила квартиру в 2018 году. В моем договоре долевого участия стоит дата 30 декабря 2019 года, это начальный срок окончания строительства. Ключи в июне 2020 я должна была получить. То есть эта женщина приобрела квартиру в 2018 году, как раз именно в том году, когда у застройщика было все плохо. И вот у меня сразу вопрос к проверяющим, надзирающим органам. Где вы были? Куда вы смотрели? Помню, была информация, что застройщик не донес огромную сумму денег до искровых счетов. И где ответственные за это? Почему молчит прокуратура? Почему люди должны в одиночных пикетах просить, чтобы достроили их жилье и получить заветные ключи от квартир? Я дольщик третьего корпуса ЖК «Северный Вальс». Третий год мы ждем решения нашей проблемы. Администрация обещала достроить наш дом и давала какие-то гарантии. Но все время мы слышим одни отписки и отмазки. Нам не говорят о продвижении дел. Нам не говорят о том, как продвигается договорная работа с инвесторами и прочее. Все время мы встречаем одни пустые слова. Мы требуем завершить эту работу тем или иным способом. Мы очень хотим, чтобы достроили наш дом. Постройте, пожалуйста, дом. Выполните взятые на себя обещания. Очень бы хотелось тоже получить за то, что заплачено в этом доме, в «Северном Вальсе». Поверила Петрострою. Вы знаете, вначале увидела, когда рекламу и «Чистый ручей» строится, и «Ломоносов» строится. Думаю, какая серьезная компания. Позвала своих друзей. У меня здесь фамилия Дохно такая. Даже им предложили четвертый корпус. Мне до того было стыдно, что я их подвела. Господи, не знаю, как их перевели во второй корпус. Так что они получают свои однокомнатные квартиры во втором корпусе. Я очень рада за это, потому что мне очень было стыдно. За наше правительство, что ли. За Петрострой, за этот. Видите, друзья, даже ей стыдно за Петрострой. А вот интересно, стыдно ли Петрострою за то, что он подвел 4,5 тысячи своих клиентов? За то, что подвели так людей. Очень хороший, наверное, поговорка ко всему подходит. Сытный голодного не разумеет. Она здесь имеет в виду то, как я это понимаю, что если бы чиновников поставили на их место, то, скорее всего, вопрос решился бы достаточно быстро. Вот что бы я хотела сказать и дальше. В общем, только одни обещания, обещания, обещания. Как стоял наш голый корпус, так он и стоит. Никому не нужны. И люди, по-моему, тоже никому не нужны. Обращаемся к вам, Александр Юрьевич. Требуем реального контроля за вашими подведомственными организациями и вашего личного участия в проблеме достройки 3-го корпуса Северного Вальса, так как ваши ниже стоящие коллеги не справляются. Проконтролируйте целевое использование средств инвестора ЦДС и начните уже, наконец, стройку 3-го корпуса Северный Вальс. Решите проблему обманутых дольщиков жилого комплекса Северный Вальс 3-й корпус путем его скорейшей достройки. Давайте вместе пройдем и все внимательно посмотрим. Детская площадка, качельки, скамейки, есть даже песочница. Спортивная площадка, недостроенный объект. Вторая очередь, где сегодня какое-то собрание. И ведутся работы, это видно. Видны строители. А вот он, друзья, первый корпус. Ну, давайте зайдем и посмотрим. Входная группа в первую очередь. Вот здесь я помню, когда был первый раз. Это была весна этого года, 22-й, если я не ошибаюсь. Здесь было такое ощущение, что что-то взорвалось. Дом сдали, а лифт не введен в эксплуатацию. Как такое может быть? Можно дать должную управляющую компанию, которая своими силами здесь все отмыла, потому что здесь просто была жесть. Наверное, можно назвать это так. Управляющая компания, дом.ру, группа в телеграмме, грузопассажирский, пассажирский лифт. Ну, конечно, тут видно, что где-то чего-то не доделали. Ну, я понимаю, на это уже люди не обращают внимания. Главное было получить квартиры. 12-й этаж, выход на лестничный марш и переходной балкон. Вот такая совсем экономная отделка. Вот что-то у нас еще в пленке. Может быть, что бы не протекало. Ну, и когда выходишь сюда, то, конечно, здесь, знаете, такое ощущение, что я нахожусь не на 12-м этаже, а в подвале. Я еще помню, что вот здесь все было вот в таких картонных дверях от застройщика. Вот такие двери, друзья. Наверное, только в Советском Союзе такое было временное. Видно, что уже, да, люди заезжают, ставят, соответственно, нормальные двери. Здесь, конечно, подотмыли, потому что здесь просто все было в грязище. Молодец, управляющая компания. Ну, забрало это просто одно название. Вид, конечно, здесь жутковатый. Все уже давно убито. Поэтому, если вы решили приобрести квартиру в долгострое, сто раз подумайте. На полу у нас специальное покрытие, прям по стяжке. Но при этом, например, вот здесь видны следы влаги. То есть она текла, это было. Это также на потолке и видно. И плюс сам пол, он достаточно кривой. Выходим с вами на переходной балкон. Ух ты, что ж тут интересно за оборудование? Тут подача воды, такое ощущение, что сюда. А это мусоропровод, который заварили. Для меня, конечно, первый вопрос. Вот эта вся территория, вот все вокруг, это принадлежит военным? Как вообще вот здесь военные продали? Или как это получилось, что выделили кусок земли Петростроя, который здесь возводит свои дома? Виден строительный городок. Здесь видны, друзья, машины, значит, строители есть. Вот они, видите, еще здесь внизу уходят. Ну и, конечно, если посмотреть, с одной стороны, было бы, наверное, здорово, если бы дома бы строили по этой территории, но лично мне жалко вот такого векового леса. Дорога жизни. Вот он уже, друзья, в Севоложск. С правой стороны находится гипермаркет Лента. Соответственно, чтобы пройти, вот мы там впереди с вами видим пешеходный переход. Вот, видите, автоматические двери открываются от ветра. Саморазрушение. Ну, соответственно, для того, чтобы туда попасть, это надо либо идти пешком, либо на машине делать большой круг. Место расположения у комплекса достаточно специфическое. Но, учитывая цену, по которой покупали квартиры, конечно, люди и брали. Было дешевле рынка. Поэтому никогда не нужно покупать первое жилье, недорогое, которое тебе предложили. Сверху мы видим детскую площадку. Ну, обычный эконом-дом, обычная эконом-площадка. Достаточно свежая. Видно, что ее недавно сделали. Но, конечно, мне не хватает во дворе деревьев. Хотя они есть и рядом. Ну, конструкции, конечно, такие. Здесь уже все в ржавчине. Здесь уже все покрытие слезло. Ну, что можно сказать, это долгострой. Ух ты, двери еле открываются. Ну, вот здесь, кстати, в этом экономе мы видим отделку, так называемую шубу. Такую же мы видим во многих новостройках, даже в бизнес-классе. Недорогая ограждающая конструкция с линолем. Линолем, кстати, держится крепко. Кстати, на лестнице достаточно прилично. Я, честно, ожидал, что будет хуже. Значит, еще для меня, смотрите, какой, друзья, момент. Первое. Монтаж окон. Перемычки здесь из металла. Уже пошла ржавчина. Сколько они десяток лет прослужат, неизвестно. Мы видим с вами монолитное перекрытие, которое просто вот так нашлепали цементом. Соответственно, понимаете, кирпич пористый, другой материал, теплопроводность одна. У монолитного перекрытия другая. Сверху у нас есть вот такой плинтус. И обратите внимание, как его смонтировали. Снизу не видно, потому что высоко, но с 11 этажа прекрасно видна огромная щель, дырка, как ее можно только назвать. Вот тут наверху видим еще утеплитель. Но от такого ветра не удивлюсь, что пласты утеплителя разлетятся по округе. Все двери, обращаю внимание, второй этаж, здесь еле закрывается дверь, потому что самому вот так делать. Навряд ли это будет кто-то делать. Вместо доводчика по старинке здесь вот такая просто пружина. Вы только представьте, какие будут теплопотери у этого здания зимой. Тут просто получается шахта, где, скорее всего, проходят трубы отопления. И они вот просто ее вот так закрыли. И даже не удосужились снять защитную пленку с металла. Кстати, обратите внимание, звонки-то как на низком уровне, так как я люблю. Мы с вами находимся на уровне первого этажа. Второй этаж. Для того, чтобы подняться, нужно преодолеть несколько лестничных маршей. И самое интересное, что сюда не едет лифт. В Северном Вальсе до сих пор покупают и продают квартиры. Продают их чуть ниже рынка. Дом сдан, дом вот-вот сдадут, достроят. Но перед тем, как приобретать квартиру в любом доме, всегда нужно проверять новостройку, застройщика и продавца квартиры. Мы с вами сейчас посмотрели и послушали, вынимательно надеясь, о чем рассказали обманутые дольщики. Не очень хочется быть, друзья, на их месте. Поэтому к выбору недвижимости нужно относиться очень внимательно. Сегодня они строят, а завтра может быть совсем другая история. Берегите себя, берегите свое имущество, берегите свои деньги. Проверяйте недвижимость на андреяартемов.ру Специально для вас я собрал все бесплатные сервисы для проверки новостроек и вторичного жилья. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok